Всем привет! Сегодня 31 декабря. Я выезжаю работать. Время сейчас 15.30. Я сегодня еще не работал. Вчера хорошо заработал. У меня получилось где-то 4.600 за весь день. Работал примерно 12 часов. В разное время я днем работал и вечером работал. Где-то пол-одиннадцатого был уже дома. Поэтому, в принципе, вчера день хороший и удачный. Что по сегодняшнему дню? Вот сейчас у меня два товарища. Один здесь в Краснодаре, другой в Челябинске работают. И в целом пока не особо. То есть в Челябинске сейчас пробки, а в Краснодаре пробок нет, но и коэффициентов особых нет. А мы все ждем от новогодней ночи, да, от новогоднего дня, предновогоднего 31 декабря всегда ждем большой-большой удачи, большого выхлопа. Кто-то там 10 тысяч, кто-то 15 делает. В Москве больше, где-то меньше. В общем, такие у нас ожидания у всех, у таксистов. Поэтому сегодня я выезжаю вот в 15.30. Я сейчас куплю, наверное, смену на 12 часов и поеду бомбить. Конечно, буду заезжать, наверное, домой, чтобы поужинать, отдохнуть немного. Но вот смену на 12 часов куплю и посмотрим. То есть, грубо говоря, где-то до 4 утра я буду работать. Что из этого выйдет? Буду выходить периодически на связь. Все покажу, увидите. И в конце будет скриншот, ну не скриншот, вернее, запись экрана моего телефона, чтобы вы понимали, что я тут не из головы эти цифры выдумываю. Вот реально я столько-то заработал там за 31-е и столько-то вышло еще за первое, за ночь, за утро. В общем, все. На связи. Уже минут 5 стою без заказа. Вот у нас сегодня Краснодар выглядит примерно вот так вот. Вроде бы коэффициенты есть, но они небольшие, там с 20-120. Так у нас максимальный коэффициент достигает 250 рублей. Также у нас еще есть такая акция, как если надо сделать 103 заказа и получишь 2900 рублей. Но сразу вам скажу, что такое количество заказов сделать, в принципе, ну реально, но очень-очень тяжело. Я за день делаю не больше 20 заказов в среднем. Поэтому 103 заказа за 5 дней, это довольно-таки жесткая цель для меня. Ну все, ладно, ждем заказ. Что-то пока ничего не прилетает. Видать, спрос не превышает предложение. Спустя 15 минут все-таки взял заказ за город. Вот, так что сейчас повезу людей. Ехать у нас садовое товарищество «Энергетик». Это 13 километров 31 минута. Посмотрим, что будет по стоимости. Новогодний день начался у меня не очень. С детьми, причем с двумя сразу. И ладно бы предупредили там еще как-то. Нет, наглые уже поддатые, валиваются в машину. Я говорю, нет, ребят, я не повезу. Поэтому до свидания. В общем, первая заявка у меня слетает. Итак, время 17.20. Я уже сделал три заказа. Вот, заработал сколько? 480 рублей за сегодня я. Ну как, это до вычета комиссии. Сейчас везу доставку в центр. Попал просто в отдаленный район. Вот, поэтому... Все, хотел с него выехать. Вот, наконец-то выехал. Сейчас везу доставку. И надеюсь, в центре получится взять что-нибудь пожирнее. Потому что пока доходники, конечно, так себе. Итак, время. 18.30 у нас. Я приехал домой. Попала заявка рядом с домом. Сейчас пойду пожую немного оливье. И буду дальше уже работать до упора. В общем, за два с половиной, получается, за три часа я сделал 1100. 700 рублей я отбил. И 400 еще рублей сверху. Ну, 700 рублей я откупил сегодня смену. В общем, пока вот такие результаты. 1100. Это не очень много. Я бы сказал, это вообще не много для такого дня. Но я думаю, что дальше будет лучше. Сейчас уже потихонечку начинает народ вылезать. Из домов на прогулки, на гуляния. И коэффициенты растут. В общем, посмотрим, что будет дальше. Время 11 часов. У меня 2600 чистыми. Жду девушку уже 8 минут. Вроде как спускается. В общем, 2600, 11 часов. Не скажу, что ценник прям конский. Вообще, обычный ценник. По будням я делаю больше. Вон, кстати, идет мой пассажир. Выйдем на связь чуть попозже. Короче, время. 23.35. У меня заявка упала рядом с домом. Я решил, что на родом. Новый год надо встретить вместе с женой. По итогу сейчас у меня на это время заработок составил 3200 рублей. Вот. Это очень мало. Я считаю, что для 31 декабря, для вечера, это совсем ни о чем. Никаких повышенных коэффициентов. Ничего вообще. То есть работали как обычный выходной день. Даже коэффициенты повышенные были не всегда и не везде. Я очень разочарован, расстроен. Вот. Как бы 3000 за 8 часов работы тоже деньги. Но хотелось бы, конечно, больше. Раньше было гораздо больше. Повышали эти ценники. И было здорово. Ну ладно, посмотрим, что будет после 12. Может, они после 12 повысят. Хотя, что-то я сомневаюсь. В общем, я не отключаюсь. Продолжим чуть-чуть попозже. Итак, друзья, время почти половина четвертого утра или ночи. Я еду уже домой спать хочу, если честно, устал. В общем, за 12 часов работы с полчетвертого 31 декабря до полчетвертого 1 января у меня удалось заработать почти 6000 рублей. 3150 рублей я заработал вчера. И вот на данный момент у меня 2600. После полуночи я заработал 2600 за 3,5 часа. Результат не самый лучший, я считаю. Но и, в принципе, побольше, чем в обычный будний день. Яша, засранец, вообще не дал никаких бонусов, ничего. Только коэффициент повышенный. Тариф не увеличил. В общем, никаких ништяков для водителей не было в этот раз. И это очень печально. Сейчас приеду домой, и чтобы не быть голословным, покажу вам запись своего экрана, телефона рабочего. И вы посмотрите, что я реально сколько заработал. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось за эти два дня. Значит, смотрим. За 1 января я заработал 2606 рублей. Выполнил 7 заказов. Заказики были вот такие. 340, 3 рубля, 286, 429, 540. Ну, то есть коэффициент был очень хороший, повышающий. Но сами тарифы не увеличились. 31 декабря я заработал 3850. Но отсюда нужно еще вычесть покупку смены 720 рублей. Заказы были самые разные. Я выполнил 17 штук. 218 рублей, вот 289, 360, 450. В общем, были и дешевые, вот по 127 рублей. Даже 89 были 31. То есть абсолютно никаких повышающих коэффициентов не было. Конечно, 31 было немного грустно. Вот такой вот у меня 31 декабря. И получается 1 января. Всего за неделю получилось 13 700 за предыдущую. И за эту уже. А за декабрь 80 тысяч. Но об этом я сниму отдельный ролик. Вот такая у меня получилась новогодняя ночь. Сейчас я вышел. Время 12 часов дня. Я немножко поспал, насколько позволили дети. Помыл машину. Еду снова бомбить. Надеюсь до упора. Мой друг сейчас тоже бомбит и говорит, что в принципе заявки хорошие, заявки дорогие. Все нормально. Записываю концовку видео уже 2 января. Вчера 1 я работал получается с 12 дня до 11 ночи. Ну до 11 вечера. В сумме получилось это 11 часов. Ну я приезжал домой, там быстро кушал, чуть-чуть отдыхал. И работал, работал, работал. В итоге, за 1 января у меня в общей сложности вышло 9300 рублей. Это за вычетом комиссии. Я покупал смену 12-часовую. Вот 9300 у меня получилось. Вычитаем отсюда газ рублей 500. Ну вот где-то 8800 за первое число. Плюс 3000 за 31 декабря. В сумме получается 12000 за 31-е первое. В принципе, я считаю неплохо. Как всегда, покажу вам эту информацию на экране своего телефона. Чтобы не было недоверия. Вот, как вы видите, 9378 рублей за 1 января. Это мой аккаунт. Соответственно, 28 заказов. Были заказы по 250, по 300 рублей. Меньше 100 рублей вообще не было заказов. Даже меньше 200 практически не было. Были хорошие заказы по 500 рублей. 450. Были дальнички вчера. В пригород вот за 827 рублей. За 927 рублей я возил. 628. В принципе, хороший вчера был день. Вот такой результат, друзья. Надеюсь, вам понравилось видео. Понравилось то, как я рассказываю, показываю. Пишите свои замечания, пожелания в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я постараюсь делать видео каждую неделю. Чтобы охватывать все сферы жизни таксиста. Ну и не только. На моем канале будет много всего интересного. Поэтому оставайтесь, подписывайтесь и будем дружить. Пока.